Здравствуйте, а вы кто? Замечательный начальник полиции Айм. Игорь Геннадьевич. В руку происходит административное правонарушение, в связи с тем, что управляющая компания не реагирует. Можете пройти? Как это не реагирует? Никак не реагирует. Какое может быть правонарушение, если сейчас вы видите, что все закрыто? Правонарушение наверху. Давайте пройдем управляющую компанию и спросим. Ну давайте, я уже звонил, куда идти. Сегодня выходной день, если бы там нет ничего. Кому? А это кто такие с вами? А что, вы запрещаете? Нет, мне там интересно. Смотри, Крюч. Я внизу посмотрел, внизу ничего интересного. Да, а вдруг вы испорите? Чего и восемь? А что, зачем вы не пошли? Я сейчас пойду. Не хочу, чтобы вы проходили. А вы имеете право задерживать нас? Простите, пожалуйста. Вы имеете право нас задерживать? Нет. На каком основании вы имеете право нас задерживать? А вы не могли бы предоставить нам представление, предоставление комиссии, откуда мы? Где говорится, что это незаконный комиссии. Избирайте сейчас ничем оно не должно быть. Каким образом вы определили, что это незаконный комиссионный материал? Раскрутите сюда, пожалуйста. Официальное установление в конституции, которое согласовано со всеми. Что это нужно? Головное дело возмущается по этому поводу. Там 107 тысяч, скажем так, ущерб. Вы-то почему сопровождаете, что нарушаете закон? У них что, решение суда? Вы сопрождаем? Потому что вы приехали с теми людьми, которые нарушают закон. Они не имеют права ходить на территорию, ну, вы знаете, антиристическую. У них нет полномочий для того, чтобы проходить сюда. Управляющие компанией это совпоследование. На каком основании они сюда приходят? Почему они начинают что-то резать, а вы поддерживаете их? Там законно-установленная конструкция. Никакого незаконных действий не совершают. А вы, тех, которые незаконные действия совершают, они даже банк пойдут грабить, и вы будете охранять что-то? Не поймете, что это такое? Конечно, понимаю. Да зачем? Значит, я вам спрошу. Извижаем неприятности, покиньте. А их с собой взять. Потому что это нарушение законодательства. Я вас не слышал. Игорь Геннадьевич, а что происходит? Объясни, пожалуйста. Наступнула информация о том, что административное повышение на... ...больший дом. О том, что там установлен авиационный материал в виде шара. Парк КПРФ. В рамках предварительной компании попадает под административное повышение 12-14. 12-14. Кстати, в настоящий момент дверь заварена. Проникнуть на территорию туда невозможно. А кто заварил двери? Представители управляющей компании. А я не вижу здесь представителей управляющей компании. У нас есть представитель управляющей компании, а она руководитель управляющей компании. Смысл другого. Мы сейчас зафиксируем факт, что проникнуть туда нельзя. И, соответственно, предадим противопожарную службу данную информацию. Мы привлечем эту ответственность, потому что доступ на... Да, это одно. Второй есть момент. Есть постановление главы района о доступе в такие помещения, как чердаки и прочее. И доступ туда разрешается только по согласованию с органами ФСБ и полиции. На сегодняшний день парк установлен и доступ произведен без согласования с полицией, без согласования с ФСБ. Я разговаривал с начальником полиции Кучунов, я разговаривал с начальником ФСБ Иванченко. Ни тот, ни другой сказал, что согласований с ним не было. То есть бесконтрольный доступ произведен на чердак данного здания, что представляет собой террористическую угрозу. То есть обеспечить уже безопасность граждан, бесконтрольный доступ до каких-то постановлений главы района. Это длится, чтобы все соответствующие бумаги будут поступлены в управлении, в управлении, в управлении. Мы это все зафиксируем. Да, и в ФСБ такая бумага пойдет. Игорь Геннадьевич, вы служите на... В соответствии с законодательством. На частных данных, если есть решение собственного должности, да, решение общего законодательства, то в соответствии с законодательством, управляющая компанией будет устанавливать имбрегацию. Поэтому управляющая компанией неоднократно на протяжении многих родов на территории домов, которые принадлежат частным собственникам, устанавливают земляники, шары, ну и в том числе шары другого. Поэтому это никогда не вызывало ни ФСБ, ни у кого, ни у каких... Но только то, что земляники переставлены с видом КПРФ, сильно возбудило какую-то администрацию. Это не является правом решения. Мало того, документы, которые необходимы для того, чтобы обеспечить, или показать законность, предоставлены разминками с КПРФ, и лежат двери, которые в них находятся. Это я прошу. Дмитрий Николаевич, я вас услышал. Мы все равно материал зарегистрируем, проведем проверку. И будьте добры, подъехте к нам, если какие-то потребуются еще дополнительные формации. Все факты зафиксируем. Да, с поэтом, давайте все пройдем. Прошу вас прибыть по первому требованию в развитие сходил полиции. Сейчас мы действия никаким дальше проводить не будем. Считаю это нецелесообразным. В связи с тем, что после этого сотрудники с МЧС в любом случае проникнем. Я бы сломал это все и убрал. Потому что здесь это безобразие. Спасибо. Я владу? Вообще спасибо. Там может быть все, что угодно. Куда осуществлен... Послушайте, осуществлен бесконтрольный... Ну вы можете, нет, два слов сказать? Нет, да. Осуществлен бесконтрольный доступ. Кем? На чердачной... Неизвестно кем. Вот в том-то и числе... А вы бесконтрольный доступ? Я имею право, как замк по безопасности район, я имею право. В частную собственность в вникать? У нас это сожидание. Нет, я делаю не для того, чтобы вникать в частную собственность, а чтобы обезопасить. Кто сейчас будет восстанавливать дверь? Мы потеряли всем домом за эти двери. Алексей Петрович, подождите, кто сейчас на данном этапе восстанавливает дверь? Не было без мигроводства. Мы закрывали без сотрудников снарядов. Я вам решила. На основании чего вы отрыли? Вы теперь или не восстанавливали? Вы не слышите? Вы не хотите? Вы не хотите? Вы не делитесь? Вы сюда приезжаете за какими-то людьми? Я разговариваю. Милиция, теперь пожарники, активисты. Вы хотите активистов приводить? Конечно активисты. Будьте любезны. У меня толпы. Всего доброго. У меня нет. Проводите товарищей. Проводите товарищей. Всего доброго.